Здравствуйте! Вы смотрите программу «Учимся дома!» Меня зовут Владислав Изюменко. Мне кажется, что мы уже можем заводить отдельную рубрику программы тематические на тему литературы, потому что все больше и больше мы углубляемся в удивительный и прекрасный мир литературы. И сегодня не исключение у нас в гостях учитель литературы Лариса Красноселова. Лариса Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, что мы сегодня узнаем, о чем вы нам сегодня готовы рассказать? Ну вот сегодня наш разговор будет про роман эпопею «Война и мир». Ух ты! Это очень важная и сложная по-своему тема. Как-то так случилось, что на каникулы, а потом на карантин ребята ушли как раз в самый разгар изучения этого романа. Ну и, к сожалению, к великому, да, они не смогут сейчас это обсудить с учителями на уроке. Ну и плюс мы еще с вами смотрим на ту аудиторию, которой необходимо повторить материал, потому что у нас впереди при всех сложностях момента экзамены и ЕГЭ по литературе в том числе. Да, их, к сожалению или к счастью, никто не отменит. Да, их никто не отменит. Ну и, как ни странно, мне кажется, что вот на каждую ситуацию можно смотреть и с положительной стороны в том числе. Но вот появилось время роман все-таки прочитать не голопом по Европам, а как-то... А вдумчиво. Вдумчиво, да. Да, очень много времени причем. И плюс, я бы сказала, может быть, даже и с родителями, что мы всегда приветствуем, и это было просто бы очень классно. Вот. Сегодня наша тема достаточно узкая, и это тема финального изучения романа. Звучит она так, Кутузов и Наполеон в романе «Толстого. Война и мир». Я надеюсь, что это будет интересно и тем, кто сдает нынче экзамены, и тем, кто просто изучает в 10 классе этот роман. Ну, не секрет, что роман «Война и мир» считается романом историческим, и это действительно так, потому что из 500 героев романа, да, мы таких достаточно искусственно делим на героев мира и героев войны. Ну, и как-то так складывалось, что понятно, что герои мира – это герои выдуманные, герои вымышленные, а вот герои войны зачастую – это реальные исторические лица, такие как Багратион, Бениксен. Ну, и Кутузов с Наполеоном, соответственно. Но мне кажется, что стоило бы наш разговор предварить такой мыслью. Ни в коем случае не стоит изучать историю 1812 года построчно по роману «Война и мир». Все равно это роман, конечно, художественный. Это роман весьма с субъективным взглядом Льва Николаевича на эти две фигуры. Ну, и мне кажется, что вам, может быть, даже бы интересно было узнать, что когда роман вышел, он вызвал бурю каких-то негативных откликов среди историков прежде всего, которые сказали нет, ни такого Кутузова нет и не было, да, и ни такого Наполеона нет и не было. Были ли в этих нападках какие-то, ну, что называется, основательные вещи? В каком-то смысле да. В каком-то смысле да. Ну, не секрет, что фигура Наполеона – фигура абсолютно знаковая. И нет ни одного, наверное, маломальски стоящего произведения литературы 19 века, где бы эта фигура не играла определенную роль. Вспомните роман Пушкина Евгения Онегина, да, и вот это прелестное отступление «Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно». Мы вспомним Стендаля «Красное и черное», да, мы вспомним все эти столбики с куклой чугунной, которые стояли у каждого молодого человека, мечтающего так же, как Наполеон, сделать себя сам. И вдруг, что мы видим в романе Толстого, фигура, мягко выражаясь, несимпатичная, неприятная во всех отношениях, он не называет его не просто великим человеком, для него это, в общем, ну, по большому счету, ничтожество. Почему это так? Почему фигура Кутузова тоже очень неоднозначная, и историки знают, что реальный Кутузов был, ну, очень непростым человеком. У него даже было такое прозвище в дипломатических кругах «Лис», то есть тот, кто находит какие-то обходные дипломатические пути. Хитроумным весьма. Да, а здесь он такой вот добрый дедушка, да, такой прямо, ну, суперидеальный. Вот с чем это связано? Вот попробуем сейчас об этом и поговорить. Вот когда мы с вами смотрим сейчас на вот эти два портрета, это так называемые парадные портреты, да, Кутузова и Наполеона. И мне кажется, ну, вот они достаточно нейтральные. А теперь давайте посмотрим, как же они в романе «Толстым» показаны, да. Вот один портрет, их огромное количество в романе, один портрет Наполеона. Император Наполеон не выходил из своей спальни, оканчивал свой туалет, пофыркивая, покряхтывая, поворачивался то толстой, обросшей жирной грудью под щетку, которой коммергинер растирал его, брызгал одеколоном на выхоленное тело и так далее. То есть создается такое грязное впечатление. Да, да. И вот теперь второй портрет, портрет Кутузова. Кутузов сидел, понурив седую голову, опустившись тяжелым телом на покрытой ковром лавке, на том самом месте, на котором утром его видел Пьер. Общее выражение было «сосредоточенное, спокойное, усталость слабого старого тела». Вот нарочито Толстой несколько раз показывает, ну как бы сейчас сказали современные блогеры, проблему в лишнего веса. И у того, и у другого тело далеко от совершенства. Но почему-то грузность Кутузова не вызывает неприятных ощущений у Толстого. А вот у Наполеона он нарочито все время делает акцент. Жирная спина, толстые ляжки ног и так далее. Почему это так? Ну, на мой взгляд, это связано вот с чем. Посмотрите на... Вот следующий слайд, если можно глянуть. Это два начала. Значит, огромное количество персонажей в романе, придуманных, конечно, Львом Николаевичем, которые достаточно искусственно делят на две категории – любимые и нелюбимые. Где критерий вот этой любимости? Чтобы жить честно, надо рваться, метаться, ошибаться. Оспокойствие – душевная подлость. То есть любимые герои развиваются. И вот динамика эта для Толстого плюс. Нелюбимые, как были вначале, такими и остаются. То есть меняется Пьер, меняется Андрей, меняется Наташа, не меняется Курагин, не меняются вообще все семейства Курагиных – Друбецкие, Бергия и так далее. И только два персонажа изначально даны как персонажи статичные. Это Кутозов и Наполеон. Они не меняются, они заданы как константы вот прямо изначально. Почему это происходит? Вот можно посмотреть еще такой вот слайд со стрелочкой, где, да, потому что Наполеон, ему важен не как конкретная даже фигура, а как некое начало наполеоновское, такое вот бонапартовское. И это начало присутствует в очень многих персонажах. Просто есть те, которые его преодолевают, как, например, Андрей, князь Андрей, для которого Наполеон вначале кумир, да, как Пьер, который восхищается Наполеоном. А есть те, которые так и остаются с этим наполеоновским началом, меняться не хотят, и, в принципе, Наполеон для них остается кумиром, да. Ну, вот, предположим, как Александр и Борис Друбецкой. А вот Кутозовское начало, которыми идут персонажи, да, оно тоже вот задано как некая идеальная совершенно величина. И вот если Пьер и Андрей преодолевают это, да, поэтому они, собственно, и любимые герои. Я думаю, что вы вспомните тот очень важный такой, я бы сказала, концептуальный эпизод, эпизод Аустерлица, да, на Процентских высотах, когда ранен князь Андрей, и подходит Наполеон, да, к нему, думая, что Андрей убит. Для Андрея, напомню, он был кумиром. Кумиром, да. И вдруг, когда он видит, наконец, Наполеона, Наполеон произносит очень пафосную фразу, вот прекрасная смерть. Ну, по большому счету, я не знаю, там, за два месяца до этого Андрей бы, наверное, был счастлив. Конечно, и вдруг идет такой коммент Толстого. Маленький Наполеон, вот ничтожный Наполеон, потому что все перевернулось в голове у князя Андрея. Почему? Мне думается, что одна из таких вот очень важных фраз, если можно, вот такой вот слайдик с фразой, что, да, о чем говорит Толстой, как он меряет величие и ничтожество. Нет величия там, где нет простоты, добра и правды. Вот эти три составляющих... Простота, добра и правда. Добро и правда, да. И вот этими тремя критериями он меряет величие исторической личности. Еще раз оговоримся, мы сейчас говорим о толстовском понимании, а не об историческом. Вот пусть историки, что называется, не бросят нас камень, потому что это совершенно как бы отдельная вещь, да. Итак, посмотрим по этим критериям. Первый критерий – критерий простоты. Если можно, следующий слайд. И да, вот что такое простота в понимании Льва Николаевича, да. Это отсутствие самолюбования, это простая речь, это отсутствие какого-то пафоса, это максимальная естественность и открытость. Поэтому мы видим Кутузова. Кстати, одна интересная деталь. Если кто-то из вас помнит парадные портреты Михаила Илларионовича, очень часто изображают с черной повязкой, потому что вы знаете, что он потерял глаз. Не было глаз. Да, еще вот в турецкую кампанию, которая была очень давно, до войны 12-го года. Но конкретно в романе Толстого он никогда не носит эту повязку. Вот этот, там даже есть такая резкая натуралистическая вещь – вытекший глаз. Он не стесняется, ему как-то вот, ну, в общем, не с руки прикрываться какими-то, я не знаю, бурными восторгами всех остальных по поводу ранений и прочее. Он может есть курицу очень некрасиво, он может неаккуратно как-то там вот заснуть на военном совете. Почему? Толстого это, еще раз повторюсь, не раздражает. Он естествен. У Наполеона ничего этого нет. Там бесконечное позерство. Ну, вспомним такой эпизод, когда ему приносят портрет его сына. Те, кто интересовались историей Наполеона, знают всю сложную перипетию его личной жизни, да, и, наконец, он родил, в кавычках, сына, да, он мечтал о наследнике, и вот ему несут вот этот портрет. На портрете мальчик изображен с игрушкой в виде земного шара, вот он так ее играет. Ну, казалось бы, ты так долго ждал этого сына, ты мечтал о нем, ты должен, ну, в общем, любить его от глубины души. И вдруг такой опять комментарий Толстого. Наполеон посмотрел и сделал вид задумчивой нежности. Сделал вид, да. Когда он произносит вот эту вот фразу, вот прекрасная смерть. За ним идут ведь люди, которые записывают его фразы. Он должен войти в историю. И даже есть вот такой момент, когда он смотрит на поле Аустерлица, там, ну, поле усыпано трупами его врагов. И вдруг снова такая очень неискренняя фраза. Славный народ. Зачем? Да? Вот если мы говорим это о простоте. Следующий критерий – это добро. Ну вот, наверное, трудно нам с вами представить, что историческую личность меряют таким критерием. Если можно, следующий слайд. Да. Вот добро. Смотрим два таких близких зеркальных эпизода. Первый эпизод – это эпизод переправы польских улан через Неман. Для тех, кто подзабыл, я напомню, что поляки служили в войске Наполеона и были самыми ревностными его поклонниками. Почему? Ну, потому что они мечтали освободиться от российского, так сказать, управления имперского, да. Поэтому мечтали быть вот рядом с Наполеоном в этом освобождении. Они обожали Наполеона. И там идет такой эпизодик. Только-только началась война 12-го, переправляются французские войска через пограничную реку Неман. Сидит Наполеон спиной к реке, и поляки его видят. Они начинают кричать «Виво, император!» Он это слышит, но не поворачивается к ним. В этот момент выясняется, что они переправляются намного дальше Брода. Они начинают тонуть, и он слышит, что они тонут, и не смотрит. Хотя, еще раз повторюсь, это вот тот отряд, который создавал ему надежности, культ и так далее. И вот посмотрите, какой параллельный идет эпизод. Смотр войск при Браунау. В войне 805-го мы шли вместе с австрийскими войсками. Вообще удивительно неисповедимы, наверное, пути господни, потому что Браунау – это такое местечко в Австрии, где потом родился Адольф Гитлер. Да, Адольф Гитлер. Вот как? Конечно, не мог предугадать ни Толстой, ни ход истории, но тем не менее. И вот идет смотр войск при Браунау. Ну, в общем, мало чего меняется в нашем мире. Накануне смотра, что делает командующий состав? Они проверяют, все ли пуговицы пришиты, белые воротнички подшиты, хорошо ли выглядят шинели, форма и так далее, и так далее. Приходит Кутузов и выясняется, что ему это вообще неинтересно. Но он смотрит обувь, прошли солдаты только что длинный-длинный переход, а не в каком состоянии завтра будет сражение? Они смогут или нет? Они отдохнули или нет? Они сыты или нет? И вот это, конечно, в полный разрез идет с тем, как вел себя Наполеон. И мне кажется, что даже, опять сошлюсь на то, что, наверное, субъективный взгляд Толстого, но даже армии показаны иначе. Потому что наполеоновская армия в Москве устраивают конюшни в храмах Кремля, а Кутузовская армия, ну, русская армия, когда наполеоновские войска отступают из Москвы, они их кормят. И когда Кутузов подъезжает и говорит, ну вот накормите их, чай, и они тоже люди. Такую фразу мы, конечно, никогда не можем представить в устах его оппонента Наполеона. Опять же, простота и доброта, о которой мы говорили. Ну и, наконец, еще один момент, связанный с понятием «правда», если можно следующий слайд. Вот что такое «правда»? И вот это вот маленькая такая иллюстрация, да, отступление по старой Смоленской дороге, когда наши войска принимали участие, потому что французы оказались вообще в совершенно поразительной ситуации. Их командующий их бросил. И там есть такая картинка, когда они идут голодные, нет больше лошадей. Почему? Ну, по двум причинам. Первое, наши крестьяне пожгли весь фураж, и лошадей невозможно кормить, да? Ну и, во-вторых, извините, съели лошадей от голода, да? И идут французы вот в этом жутком вообще состоянии. И Толстой показывает карету с медвежьей полостью, то есть с медвежьим покрывалом, в которой едет Наполеон. Он не смотрит в окно на своих солдат. И Толстой это открытым текстом называет подлость. Но, естественно, Наполеон так не считает. Так не считает. Ну, вот и еще один слайд по поводу правды, да? Если можно, следующий. Что такое правда по Толстому? По Толстому это разговор о том, как человек понимает или не понимает свое место в истории. Наполеон считает, что он ни много ни мало, он вершит историю. Там есть, например, пара-тройка таких, ну, на мой взгляд, совершенно саркастических эпизодов. Он очень много уделял внимания дрожанию своей левой икры. Считал, что если вот эта дрожь есть, то вполне вероятно может следующий бой быть выигран, да? И так далее. Ни разу Кутузов не думает о том, что он что-то сможет каким-то коренным образом переломить ход истории. Нет. Там все время сказано, что он полагается на некую волю, да? Хотя, ну, мы все равно понимаем, сыграл он большую роль, конечно. Конечно, знаменитая фраза Совета Филях, да, после Бородинского сражения, где ему предлагают, ну, не отдавать Москву без боя, да, а Кутузов принимает очень непопулярное решение оставить Москву. Генералы очень пафосно так, китчево-патриотически говорят о матушке Москве и так далее. И вдруг такая очень, на мой взгляд, конкретная фраза Кутузова «С потерей Москвы не потеряна Россия, с потерей армии потеряна Россия». И он ни разу, нигде, так сказать, свои вот заслуги эти не выпячивает. Непопулярный определенное количество времени полководец, но тот, без которого он трудно представить себе, да, победу в войне 12-го года. Да, и вообще российскую историю, в принципе, да. И при этом, как показано ощущение Кутузова, пардон, Наполеона, да, там, значит, Толстой, ну, он действительно не просто иронический, он, мне кажется, издевается над Наполеоном, например, сравнивая его с ребенком, который сидит в карете, дергает за ниточки и думает, что вот когда он дергает, карета едет. То есть и история идет. Но на самом деле ничего подобного не происходит. В общем, это, ну, такая фальшь, которая для Толстого еще и признак отсутствия мудрости. Отсутствие мудрости. У Кутузова эта мудрость есть. У Наполеона ее нет. Ну, и вот если, ну, завершить, что ли, этот разговор, мне кажется, что финал, если можно, вот последний слайд, да, финал о том, какие две фигуры все-таки останутся после чтения романа. Ну, тот, кто неглубоко прочитает роман, да, кто такой великий человек, он, может быть, так поверхностно и поймет. Но на мой взгляд, все-таки разговор должен идти о подлинно великом человеке. Для Толстого человек и историческая личность – это сопряженное понятие. Если перед нами великий человек, и он великая историческая личность. У Наполеона, он называет его ничтожеством, потому что он ничтожный человек. Потому что в нем нет нормальных человеческих качеств, нет ни сострадания, ни милосердия, ни понимания, есть только самолюбование, эгоцентризм, который, в общем, Толстой, я бы сказала, так очень ярко дезавуирует. Ну, и закончить мне бы хотелось даже вот не столько разговором про Кутузова и Наполеона, сколько вообще про роман. Мне кажется, что время этого романа, может быть, пока еще не наступило. С одной стороны, это не очень радостно, наверное, для учителей литературы. А с другой стороны, почему это так? У Бориса Слуцкого, я надеюсь, что наша аудитория помнит такого поэта, есть такое стихотворение, которое он написал во время Великой Отечественной войны. «Нас привезли, перевязали, суть сводки нам пересказали, теперь у нас надолго нету дома. дом так же отдален, как мир, зато в палате есть четыре тома романа Толстого. Война и мир». Роман Толстого в эти времена «Страна до дыр» глубоких зачитала. Вот дай бог, чтобы у нас не было, конечно, такого страшного времени, но вот чтобы к роману мы периодически возвращались, что это не вредно, я надеюсь, понимают все. – Лариса Анатольевна, очень сильное выступление у вас, прямо в какой-то момент мне было, ваши пуражки были по коже. – За державу радостно. – Настолько вы заражаете вот этими вот эмоциями, и настолько ты погружаешься благодаря вам в проблему, я, если честно, очень завидую вашим ученикам. – Спасибо. – Надеюсь, они вас очень сильно любят и понимают, насколько хороший педагог им попался. Ну что ж, друзья, мне остается напомнить, что вы смотрели программу «Учимся дома». Мы вот сегодня продолжили разговор о литературе, поговорили о таких больших исторических фигурах Кутузове и Наполеоне в романе «Эпопея. Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Ну а мы же с вами прощаемся и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...